А сегодня итоги работы за 2016 год подвели в акционерном обществе Синписи Акту Бимонайгаз. В совещании по вопросу выполнения производственной программы и коллективного договора предприятия принял участие Акимобласти Бердбек Сапарбаев. На сегодняшний день акционерное общество Синписи Акту Бимонайгаз является самой крупной нефтегазодобывающей компанией в регионе. На ее долю приходится 67% добытой в области нефти и 88% газа. Так, в 2016 год компания завершилась довольно неплохими показателями. С начала года акционерным обществом было добыто более 4 миллионов тонн нефти, свыше 5 миллиардов кубических метров газа. Компания на 50% обеспечивает своим сырьем нефтеперерабатывающие заводы региона. Увеличиваются показатели казахстанского содержания в производстве. Путем различных мер мы стараемся увеличивать казахстанское содержание. Активно проводим переговоры с местными поставщиками по увеличению доли казахстанского содержания на производстве. Так, по итогам 2016 года на 20% было увеличено казахстанское содержание в товарах при планируемом объеме в 16% и на 81% увеличено казахстанское содержание по работам и услугам при плане в 70%. Также компания инвестирует собственные средства в строительство социально значимых объектов. Например, для возведения Дворца молодежи в прошлом году акционерное общество выделило 660 миллионов тенге. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена. В свою очередь глава региона поинтересовался планируемым объемом добычи на 2017 год. Сравнение с 2016 годом снижение будет или не будет? И связано с этим второй вопрос по отношению сокращения численности работников на 2017 год. Планируется или нет? Да, планируется. Дело в том, что по старым месторождениям ежегодно возрастает коэффициент естественного падения. В этом году он составил 15%. Также наблюдалось снижение цены на нефть. Из-за этих факторов, повлекших ухудшение финансового состояния, наша компания сократила объем инвестиций. Мы не разрабатываем новых месторождений. Нам необходимо будет увеличить объем капиталовложений. За счет этого увеличим добычу. Что касается увольнения сотрудников, то масштабных сокращений не планируется. Мы увольняем только тех, кто не соблюдает трудовую дисциплину и не справляется с обязанностями. В завершении совещаний между АОС, НПС, Актубе и Манайгас, Акиматом области и территориальным объединением профсоюзов был подписан меморандум, направленный на осуществление согласованных действий в вопросах регулирования трудовых отношений и обеспечения социальных гарантий для работников. Ольга Литвина, Нурбек Утаров, Казахстан, Актубе.